Продолжение следует... Главное, что этот план дорабатывался еще и в течение года уже конкретными, так скажем, сценариями, рекомендациями к тем иным мероприятиям, акции, которые уже были заведены. Главные задачи, которые стояли перед членами комиссии, это снизить подростковую преступность, провести профилактику суицидального и общественно опасного поведения несовершеннолетних. В 2017 году за совершение различных правонарушений в органы внутренних дел области были доставлены более двух тысяч подростков. Принимаемым мерами удалось не допустить всплеска криминальной активности несовершеннолетних. По итогам 2017 года зарегистрировано снижение на 19% количества преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних. Количество несовершеннолетних участников преступлений уменьшилось на 18%. Региональное ОМВД предложило увеличить число профилактических мероприятий в летнее время, а также проработать вопрос внеурочной занятости несовершеннолетних. Члены комиссии отметили работу в социальных сетях по мониторингу так называемых групп смерти, волна которых накрыла в прошлом году. Вы помните, у нас была такая серьезная история с тотальным информированием преподавателями родителей о той угрозе, которая сходила от группы Синий Кит. И хочу сказать, что было более 70 сигналов о детях, которые так или иначе связаны с этой группой. И мы считаем, что вот эта волна информирования и серьезной работы с преподавателями родителями уберегла наших детей от этой беды. На совещании обсудили вопросы по реализации стратегии государственной антинаркотической политики. Например, скоро начнется ежегодная операция МАК по уничтожению наркосодержащих растений на территории области. В прошлом году за период проведения акции были уничтожены наркосодержащие растения на площади более 86 тысяч квадратных метров и массой более 20 тысяч килограмм. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.